привет 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 бесеры с вами морж 13 мая у нас на календаре понедельник а значит а значит новые эпики уже доступны в нашей игре впервые сегодня у нас появляется тюрам от ювентуса со стилем обороняющийся защитник и он я бы так сказал великолепен значит по соревнованиям что нам добавили добавили как обычно против бота итальянские клубы проходим забираем награду ну и само собой соревнования pvp также итальянские клубы проходим забираем награду больше к сожалению ничего интересного к нами нам в этот понедельник не завозит зато завозит эпиков и они блин хороши они блин хороши которых мы сейчас конечно же пооткрываем напоминаю что тоже хочешь пооткрывать эпиков тебе нужны монетки с российских карт на мобилочку ты можешь мне написать в личку в телеграме ссылка в описании закупленном комментарии я могу тебе с этим помочь но у нас сегодня защитники итальянской лиги это место это о да и это тюрам причем наконец-то к нами вспомнила что латсо оказывается тоже их партнер вот и место нам решили выдать от латсо по тюраму я так скажу честно вот все матчи которые я помню с его участием он всегда играл центрального защитника ну и по сути это и есть центральный защитник само собой про это я расскажу ну а завтра мы посмотрим прокачку вместе с ними как обычно 8 усиленных карточек и честно наверное это один из самых слабых паков именно по усиленным карточкам вот зацепиться вообще просто глазу не за что неплохой де лоренцо но не более там не более того что он неплохой интересный защитник интера за счет своего роста но максимальные рейтинги там страдают и статы там не очень остальное ну не знаю у меня глаз ни за что он не зацепился по эпиком у нас есть вода 182 сантиметра 32 года ему правый защитник от милана ну скажем так у милана если вы собираете эпический милан то защитниками проблем с правым и слева нет кастокурту мы получаем бесплатно но на правом защитнике конечно же лучше смотрится кафу чем явно чем кода по статам у него все более-менее качается он до 99 обычная физическая форма не есть хорошо по навыкам так штатный пенальтист вот опять ему запихивают но зато есть блокировщик и подкат по защитным навыкам интересен я бы сказал нет место всегда его карточка у нас в игре считала симбовой этот исключением не будет качаться он будет до 102 стиль разрушитель конечно же статы в защиту будут максимально сочные скорость тоже будет присутствовать опять обычная физическая форма нехорошо по защитным навыкам игра головой защитный ну в принципе можно считать защитным да опекун перехват блокировщик верховое главенство подкат акробатические выносы способности капитана боевой дух по навыкам великолепный набор унесты и поэтому если у вас его нет от милана если у вас его нет сборной италии то он спокойно станет ваш основной состав и от латсу ну и тюрам возраст 30 лет 182 сантиметра обороняющийся защитник и его можно поставить на cz да 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 я думаю вы все помните что у нас есть тема что обороняющиеся защитники фланговые под cz качаются крайне крайне на высокий рейтинг само собой в игре его не показывает потому что у конами лапки они это сделать никак не могут но мы мы-то знаем мы-то знаем под какие позиции это все дело надо качать в общем если качать тюрама под правого защитника он будет 103 если качать его под центрального по статам будет 106 106 тезешник это это охренеть это просто охренеть это имба плюс стабильная физформа великолепно даже финт есть игра головой отлично опекун перехват подката роботические выносы отлично блокировщика да не хватает блокировщика не хватает верхового главенства вот это ему все поймать качать под cz похрен что он там будет играть и как игрок без стиля он будет там великолепен поэтому за это им бой я сегодня и хочу поохотиться как обычно 50 паков откроем 5 по единичке потом 10 по единичке ну в общем вы все это дело знаете много сейчас идет разговорах разговоров в разных так тут у нас тут у нас ничего у нас тут а стадион так красиво загорелся много сейчас разговоров идет в разнообразных чатах по поводу команды года молодой команды года ребят я думаю да она она будет но скорее я бы ставил что она будет где-то в июне хотя с другой стороны в мае у нас годовщина собственно мобильного песо типа выпуска семь лет да получается господи сколько мы в это играем а практически ничего не меняется и возможно под свою под свое день рождения канами нам запустит что-то более менее интересное но команду года все равно я бы ждал ближе к июню а может быть даже уже в самом июне почему объясню потому что канами ну они слишком долго всегда запряка запрягают так зеленым стадион светится внутри это 10 игроков да но тут судя по всему эпика мне выдать выдать не не хотит не хотит до зеленым светится форма явно не ювентуса не лацию и не милана вы выдает мне вратаря вратаря даже прям в урота ря явно он мне не нужен ладно следующая пятерка полетела ну и само собой эти паки стоит ждать команды года потому что там будут явно игроки с очень высокими рейтингами которых поймать можно будет по 100 монет чек то есть да альтернативно если вы не донатить и не открываете эпиков не хотите игроков с высокими рейтингами ну во первых я думаю вы уже открыли команду недели которая у нас на данный момент доступна в игре потому что холод холод там дико имбовый да у него буст работает только когда он на форме а но при том как холланд показывает себя в играх он очень часто реально бывает на форме а и он очень часто попадает в команды недели. Поэтому вот максимально имбовый центральный нападающий сейчас в команде недели. Вы можете попробовать его забрать. Мне, к сожалению, на основной аккаунт он, к сожалению, не выпал. И я немножечко расстроен. Вечно у меня с командой недели проблемы. Когда есть какие-то интересные, хорошие игроки, мне Канами выдавать их не хочет. Ладно, следующая десятка полетела. Так, тут у нас, тут у нас, тут у нас эпик, да, судя по всему. Хотя стадион белым горит. А или не эпик? А хрен его знают. А хрен его знают. Наверное, все. Нет, все-таки эпик. Это Массимо Отда мне выпадает. Ну что ж, одного поймали. Одного поймали. Жалко, что Отда. Я все-таки рассчитывал на Тюрама, потому что именно он мне здесь неимоверно интересен. Дичайшая карта. Просто дичайшая карта. Побольше бы нам обороняющихся защитников, которых можно перекачивать под ЦЗ. Это выглядит великолепно. Вот. Ну а в команде года, да, я уверен, что будут игроки с высокими рейтингами. Плюс, типа, дешево их можно будет поймать. Даже на то золотичко, которое вы фармите там по 50 монеточек в этих, как он называется, в ивентах, конечно же, скорее всего, там будет, типа, 11 игроков, и ты можешь открывать сколько хочешь раз, и, типа, за 1100 золота ты получаешь 11 усиленных карт. Как по мне, это хорошее предложение. Ну и по молодым игрокам. Раньше, те, кто играет давно, помнят, что у нас было время, когда прокачка игроков зависела от их возраста. Там количество уровней было, вот эти все дела. И молодые игроки у нас обычно качались в таких имбищ, что там просто этот пак молодых игроков было, наверное, самым интересным, что можно было за год от Konami получить. Ну и, конечно, интересно, что они сделают на день рождения. Я думаю, возможно, выдадут какой-нибудь пак, типа, с гарантированным эпиком, но, опять же, не стоит рассчитывать на каких-то сильных эпиков. Konami обычно в такие паки ложат, ну, не самых сильных игроков, не тех метовых, имбовых. Опачки! Здравствуйте! А ведь это эпик! А ведь это второй эпик! А я еще даже 50 паков не скрутил. Ну, тюрамчика, да? Ну, тюрамчик же! Ну, тюрамчик! Ну, типа, ну шо? Ну шо? Ну шо я могу сказать? Ну, спасибо, Konami! Я тут вас, да, рассказываю, что у вас день рождения скоро, еще паки, может, интересные выпустите. Ну, как мне кажется, господа, это лайк, это лайк, господа. Вот, шикарно! Шикарно! Даже 50 паков открывать не пришлось, и двух уже эпиков я ловлю, наверное. Ну, а смысл добивать? Смысл добивать у меня с математикой, как бы, проблем нет. Считать я умею, поэтому я остановлюсь. Я остановлюсь. И того, ребята, как по мне, улов отличный. За 35 паков я забираю двух эпиков. Прям хорошо. Прям хорошо. Неста, ты, конечно, замечательный, но ты у меня есть от Милана, поэтому я на тебя особо, как бы, и не рассчитывал. А по-стальному хорошо. Надеюсь, у вас с уловом тоже отлично все происходит. Желаю вам удачи, если вы еще не открывали. Если открывал, кого-то поймал, пиши в комментариях. Само собой поздравлю тебя с великолепным уловом. Вот. Ну, а если нужны монетки, личка в Телеграме. Там, я думаю, договоримся. Вот такое хорошее начало у меня рабочей недели. На этом, ребят, прощаюсь. Завтра поговорим о их прокачке. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.